Время летит незаметно, убедилась на собственном опыте и сегодня чуть не забыла про вечерний эфир. Но благо светофоры были зеленые, я успела и через секунду мы начинаем. Турпоток в Иркутской области в 2020 году снизился на 50%. Все из-за пандемии коронавируса. Если в 2019 регион посетили примерно 1,7 миллиона туристов, то план на год текущий всего 900 тысяч и лишь 50 тысяч из них иностранцы. Причем специалисты не исключают, что эта цифра окажется значительно меньше по итогам 12 месяцев. О других не менее важных и резонансных событиях минувшего дня расскажем в ближайшие полчаса в эфире новости по будням. А прямо сейчас короткий анонс от наших респондентов. Больницы и поликлиники региона, которые были оборудованы под инфекционные госпитали, возвращаются в штатный режим работы. Это связано со снижением количества зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Об отступлении пандемии в цифрах расскажем в выпуске. В выпуске сообщили о том, что в Иркутске стали чаще падать деревья. Я, Ольга Харнутова, выясняла причины, а также детали последнего происшествия на одной из центральных улиц. А ВОЗ и ныне там, на одной из детских площадок Иркутска. Игры для ребят могут закончиться травмы. Почему игровая зона пришла в негодность и кто за это отвечает, выяснял я, Иван Занько. А в финале программы поговорим о ярких красках. Какого цвета автомобили предпочитают покупать жители Иркутска и как Байкал выглядит из космоса. Подробности в рубрике «Повесточки». И начинаем мы наш выпуск с новости о постепенном возвращении Иркутской области к привычному образу жизни. Так, сегодня стало известно, что медицинские учреждения, которые были оборудованы под инфекционные госпитали для больных коронавирусом, в регионе начинают постепенно возвращаться к обычному профилю работы. Первыми, кто откроет свои двери после дезинфекции, станут корпусом многопрофильного курорта Ангара и областной гериатрический центр. Переход на привычный режим связан в первую очередь с тем, что в Прибайкале продолжает наблюдаться снижение зарегистрированных случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в регионе выявлено всего 148 новых инфицированных. Для сравнения, подобные показатели в Иркутской области в последний раз наблюдались 17 июня. Всего же на данный момент диагноз подтвердился более чем у 13 тысяч наших земляков, но лишь 853 человека сейчас находятся в госпиталях. А вот смертность от инфекции, к сожалению, продолжает расти. На сегодняшний день в регионе погибли 126 человек, это на 4 больше, чем вчера. При этом число победивших COVID-19 меняется только в лучшую сторону. Сейчас выздоровевших людей в регионе почти 9,5 тысяч. Но падают сейчас не только цифры по зараженным коронавирусам, но еще и деревья. Причем не только в плохую погоду. Так, одно из насаждений буквально парализовало движение на одной из улиц Иркутска. Стоит ли готовиться к повторению таких инцидентов? Сегодня разбиралась Ольга Харнутова, есть слово. Обрубленные стволы дерева занимают сейчас треть улицы в центре Иркутска. Насаждения распилили, чтобы вывести на полигон твердых бытовых отходов. Этот клён упал в самый разгар рабочего дня. Этому не способствовали ни дождь, ни ветер, ни любая другая стихия. Дерево просто рухнуло у входа в городскую библиотеку. Ее сотрудники не могли вчера выйти из здания три часа. Даже пришлось задержаться на работе. К слову, горожане еще месяц назад слышали, как дерево подозрительно трещит. А в день падения с самого утра такие звуки раздавались несколько раз. Мы анализируем с утра, чтобы был какой-то шум непонятный для нас. А часа в три, наверное, оно начало накреняться, очень сильно начало трещать. И завалилось где-то оно, ну, наверное, пол четвертого где-то вот так. А когда начало трещать, мы тоже позвонили в управляющую компанию, в безопасный город. Слава Богу, что не было читателей, не было припарковано обычно машины, не было детей. Есть несколько версий, почему в Иркутске падают деревья. Одна из них – земельные работы. То есть при ремонте труб или дорог. А еще из-за отсутствия санитарной обрезки насаждений. Ну и самая распространенная причина – старость деревьев. В центральной части города многие из них свой срок уже отслужили. Мы понимаем, что деревья нужно менять. Мы это прекрасно понимаем. Эту работу мы проводим, но мы не можем выполнить эту работу массово. В связи с тем, что понимая, что массово вырубают деревья, необходимо и массово производить их замену. Аварийные деревья мы убираем. И именно места, где аварийные деревья мы убирали, мы проводим корчевку к ней и готовим под размещение новых посадочных мест. Всего в Иркутске запланировано в этом году вырубить около 900 аварийных деревьев. Треть работ уже выполнена. Опасные насаждения выявляют дефектологи. Но и горожане могут распознать их по внешнему виду. Такие деревья сильно наклонены. У них есть глубокие дупла или повреждения. А еще на насаждениях не растут листья в теплое время года. Если такое дерево замечено, то нужно звонить в аварийную службу. Ольга Харнутова, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Конечно, старые деревья портят вид Иркутска. Но не только они. Сегодня мы решили выяснить у жителей города, какие еще проблемы благоустройства, по их мнению, наиболее остро стоят в столице Прибайкалья. Мнение прохожих далее. Много деревьев сухих, которые надо убрать уже. Так смотрю на внешний город. Возможно, не хватает в каких-то районах качественных дорог. Возможно, так. Самая острая проблема, я все-таки хочу отметить, именно дороги. То есть у нас действительно страдает дорожное покрытие в Иркутской области в целом. Но и также инфраструктура у нас требует особого внимания, чтобы было именно... Поделили ли этому внимания? Разбитые дороги. Деревья не знаю, но дороги точно. Недостаток – место отдыха. Почему? Ну, особенно для детей мало. Надо на детей больше обратить внимание. Все, мое пожелание такое. Дороги. Дороги, дороги. Летом дороги делают, зимой ломаются. Летом снова делают. Вечные дороги. Сразу хотела сказать дороги. Дороги – это нечто. Ну, людям надо жить цивилизованно. Наконец-то. Парки мы сами сделаем. Во дворах в каждом сделаем сами. Ну, дороги давайте сделаем. Кому обратиться? Большинство иркутян в нашем опросе ответили, что им не хватает в плане благоустройства хороших дорог. Мое же мнение – это нехватка мест отдыха. Со мной, кстати, согласен и оператор. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням. Думаю, многие жители Иркутска, особенно автомобилисты, согласятся, что на дорогах есть место исключительно машинам. Тем не менее, в областном центре становится все больше владельцев электросамокатов. Ездят они лишь в редких случаях по правилам. К чему это может привести, расскажем в нашей традиционной рубрике «Автохам». Звуковой сигнал сообщает, что можно переходить дорогу. Но сразу трое самокатчиков и один велосипедист на зебре перемещаются исключительно верхом на своем транспорте. Такую картину сейчас можно видеть чаще на дорогах столицы Прибайкалия. И не только на проезжей части, но и на пешеходной зоне. Видимо, многие любители еще не определились, где и как им удобнее ездить. Ведь, например, электротранспорт в нашей стране не учтен в ПДД, а передвижение на нем ни по проезжей части, ни по тротуарам никак не регулируется. Однако не следует думать, что если вы управляете электротранспортом и при этом нарушаете правила дорожного движения, то вы избежите ответственности. Так совсем недавно суд Сингапура приговорил водителя электросамоката, который сбил на пешеходном переходе женщину штрафу в 322 тысячи долларов. Это на наши деньги составляет 23,5 миллиона рублей. Кроме того, был создан судебный прецедент, который вполне возможно в скором будущем заработает и в нашей стране. Но пока обладатели самокатов, всех видов и велосипедов, преодолевая перекрестки, даже не удосуживаются посмотреть по сторонам. Видимо, считают, что пользуются преимуществом, как трамваи, и все их обязаны пропускать. А вот этот лихач за рулем квадроцикла, наоборот, решил проскочить перекресток и чуть было не собрал несколько человек, которые собирались переходить дорогу. Ну а за выходками этой юной автоледи верхом на электросамокате водители наблюдают уже не первый месяц. А вот это вот, это жесть. Как можно на вот этой штуке выезжать на кольцо и вообще двигаться по дорогам? Итог такого передвижения для нее и таких, как она, закономерен. Ушибы, ссадины и разбитый электросамокат. Кстати, по словам владельцев магазинов, торгующих электротранспортом, из-за частых инцидентов с участием этих средств передвижения, многие иркутские магазины, которые сдавали их на прокат, перестали это делать. Так что теперь такую забаву там можно будет приобрести только за полную цену. Средняя стоимость электросамоката 18 тысяч рублей. И это без стоимости аккумулятора, который стоит столько же. Но это ничто по сравнению с ценой безопасности своей и окружающих. Олег Федоров, Виктор Черкашин, новости по будням. Ну и среди автомобилистов областного центра нарушителей в достатке. А летом количество хамских поступков на дорогах как будто даже увеличивается. Несколько тому доказательств приведем в нашей традиционной видеоподборке. Некоторые иркутские автомобилисты, что называется, видят цель и не видят преград в ее достижении. Причем ни справа, ни слева, ни в одном другом направлении. К примеру, первый наш герой, передвигаясь по улице Карла Липнихта, вдруг понял, что ему нужно срочно остановиться. Поэтому с правого крайнего ряда через две полосы помчал на парковку. Нужно ли говорить, что такой маневр закончился небольшим ДТП, а ведь мог иметь и более серьезные последствия. К печальному итогу могло привести поведение и следующего автохама. Водитель Тойоты Ленд Крузер устал томиться в ожидании зеленого сигнала светофора, поэтому принял решение объехать затор и пересек перекресток, как ни в чем не бывало. Но уже на следующем видео карма чуть было не настигла шофера за рулем другого внедорожника. Водитель мог стать жертвой столкновения из-за лихача, который не знаком с правилом правой руки и, как видно, по сторонам предпочитает не смотреть. Хорошо, что к такой неожиданности были готовы все участники дорожного движения. Если и вы стали очевидцами неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Пока одни водители, как говорится, чудят на дорогах, другие борются за свои права, а точнее за заработную плату. Напомним, вчера в нашем эфире мы рассказывали о ситуации с выплатой денег сотрудника Меркутска автотранса. Водители не получили заработную плату в полном объеме. Причиной стал низкий пассажиропоток во время режима самоизоляции. При этом план по сбору денег пересмотрен не был. Работники записали видео, на котором попросили властей разобраться в данной ситуации. Как стало известно, в нашей программе вопрос сотрудников Иркутска автотранса сегодня обсудили в администрации областного центра. На совещании было принято решение выплатить недостающую часть средств водителям в последующем периоде, чтобы это не значило. Возможно, видеообращение нужно написать жителям улицы Лыткина в Иркутске. Там детская площадка несет прямую угрозу играющим на ней детям. Про эту проблему мы уже рассказывали в эфире, но ситуация с тех пор не изменилась, а даже стала хуже. На традиционные вопросы, кто виноват и что делать, сегодня пытался найти ответ Иван Занько. Эти кадры мы снимали в начале июня. Карусели без сидений, разбитая песочница с острыми углами. Поэтому за детьми во время прогулки здесь нужен глаз да глаз, дабы избежать травмы. Но больше всего привлекла наше внимание одна из конструкций. Самые опасные местные жители считают на этой детской площадке вот эту беседку. Ее даже подперли доской, которая является, кстати, деталью от конструкции, чтобы, не дай бог, она не упала на ребенка. Поэтому к ней дети даже близко не подходят. Теперь же картина выглядит еще более удручающе. Тот самый домик, вот он, сейчас лежит просто на крыше. Его выломали и, как мне подсказывают мои новые друзья, это сделали подростки. Между тем, эту детскую площадку, за которую несет ответственность администрация города, в середине лета отремонтировали. После того, как об этом попросили местные жители. Вот только хватило такого ремонта ненадолго. Там была покраска ограждений, замена некоторых элементов. Действительно, в выездом на место установлено, да, что домик игровой был перевернут. Но это неизбежно. К сожалению, есть люди, которые не ценят то благоустройство, которое в городе происходит. Поэтому ничего страшного, здесь исправим. Исправлять, видимо, придется не только злополучный домик, но и другие конструкции на детской площадке. Ведь все они несут угрозу маленьким горожанам, которые хотят здесь поиграть. Хотя и желающих провести здесь время с детьми, пока мы снимали этот материал, было немного. Вероятно, что главная причина – опасные качели и карусели. Пожалуй, единственное, к чему на этой площадке невозможно придраться – это карусель. Она выкрашена, свежая краска, прямо видно, да, синяя с желтым. Но при этом крутить ее удается с трудом. А представляете, если на ней еще и сидят маленькие дети. Ну и, пожалуй, кульминацией всей этой эпопеи становится вот эта вот веревочная канатная лестница, из которой торчат стальные веревки. Поэтому даже я не рискну по ней подняться. Ну, боюсь просто поранить себе руки. По итогу осмотра этой детской площадки я пришел к выводу, что лучше всего здесь не просто покрасить или заменить какие-то изделия, а просто заменить целиком полностью площадку, потому что она действительно угрожает жизни и здоровью маленьких детей. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням. Опасности в себе не несет, но построен незаконно. В Листвянке снесут гостевой дом Байкальская нерпа, который находится в границах национального парка. Причиной тому стали многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверки. Сотрудники природоохранной прокуратуры выяснили, что сразу три объекта были возведены без заключения государственной экологической экспертизы, проектной документации, результатов инженерных изысканий. Более того, у владельцев не было даже разрешения на строительство гостевого дома. На решение суда повлиял и тот факт, что объект построен в границах национального парка. То есть владельцы комплекса заведомо проигнорировали закон, и это значит строение необходимо снести. Чтобы не было таких последствий, важно знать и соблюдать законы. Целый ряд нововведений вступит в силу в следующем месяце. Познакомиться с некоторыми наиболее важными из них предлагаем в рубрике «Ценный выбор». Одно из главных изменений августа коснется водителей. В конце месяца вступят в силу поправки в закон обосага. Теперь у страховщиков появится возможность назначить тариф персонально каждому шоферу. Сейчас сумма едина для всех жителей региона. В итоге злостные нарушители и аккуратные водители отдают одинаково. Больше платить будет работодатель. При ликвидации организации с 13 августа сотрудники могут рассчитывать на получение средней зарплаты в течение трех месяцев после завершения трудовой деятельности. Те, кто работу не прекращал, а делал все, чтобы обезопасить сотрудников от коронавируса, имеют возможность получить субсидии на проведение дезинфекции и покупку средств индивидуальной защиты. Заявления на сайте Федеральной налоговой службы будут принимать до 15 числа. Рассчитывать на выплаты может малый и средний бизнес из сфер гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. А вот пополнить электронный кошелек анонимно с августа уже не получится. Внести средства можно будет только через счет в банке, а не как сейчас, через электронные платежные терминалы. Изменения, как пишет российская газета, важны для противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Алена Полоненко, новости по будням. Более 66 миллиардов рублей таковы отчисления Восточно-Сибирской железной дороги в казну Иркутской области с начала 2020 года. Мы продолжаем делиться с вами важными фактами в преддверии Дня железнодорожника. Значительную часть из этой суммы перечислили структурные подразделения РЖД, а также дочерние общественные компании, расположенные в границах в СЖД. Размер сумм внушителен, ведь эти деньги можно потратить для строительства четырех подводных исследовательских лабораторий или двух научных станций в Арктике. Или же возвести три универсальных спортивных стадиона, где на каждой арене свободно смогли бы находиться до 45 тысяч болельщиков. Ну а сразу после новостей спорта расскажем о пенсионере из Ангарска, который решил поставить серьезный рекорд. И о том, какой цвет автомобилей больше всего других предпочитают жители областного центра. Ермак продолжает усиливать свой состав в преддверии нового сезона высшей хоккейной лиги. Стан команды из города Нефтехимиков пополнили сразу три игрока. Контракты были подписаны с защитниками Максимом Горечишниковым и Михаилом Юзеевым. Также в Ангарск переехал экс-нападающий белорусской Лиды Алексей Ткачук. Иркутский «Зенит» по-прежнему проводит учебно-тренировочные сборы в Краснодарском крае. Наша команда уже провела четыре контрольные встречи, в которых не смогла одержать ни одной победы. Однако такое положение дел можно будет исправить уже 30 июля. В этот день наша команда сыграет против «Спартака» из города Геленджик. 1 августа в столице Прибайкалья пройдет турнир по кросс-кантри-триатлону. В программу состязаний входят плавание, езда на велосипеде и бег. Каждый участник в зависимости от своего возраста может выбрать одну из трех дистанций. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса спортсмены не будут соревноваться в общей группе, а все старты будут индивидуальными. Данил Седов, новости по будням. Индивидуальный рекорд намерен установить ангарчанин Александр Варенков. 70-летний мужчина намерен совершить одиночный прыжок с парашютом с высоты в один километр. Не останавливает экстремала даже вторая группа инвалидности. Скорее наоборот, жителя города нефтехимиков это даже подстегивает. Ведь если подготовка пройдет без проблем и прыжок состоится, Александр станет самым возрастным парашютистом в своей категории инвалидности. Как признается сам мужчина, рекорд нужен, чтобы показать всем, на что способны люди с ограниченными возможностями. Вот именно для инвалидов, все думают, что они слабые-слабые, не совсем. А вот когда они все в себе сжатые, психически, скажем, немножко не такие, не уверены в себе, а здесь забрали на три километра, значит, половина летим в свободном падении, потом с парашютом, да еще инструктор дает им немножко порулить. Это они в себя, вот уверенность в себя, твердость характера. В нашем Голливуде документальный фильм «Здесь живет музыка», снятый к 80-летию Иркутской филармонии, получил награду на кинофестивале в Лос-Анджелесе. Картина стала второй в номинации «Лучший документальный фильм». В тройку победителей также вошли картины из Перу, России и США. О других не менее интересных новостях со всего мира расскажем в традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Лето – время ярких красок. Синее небо, изумрудная трава, бирюзовое море. Разнообразие вдохновляет. Вот и нас оно подстегнуло поговорить о красках. Самые разноцветные новости представим прямо сейчас. Машины какого цвета популярны среди иркутян? Исследование на данную тему провел один автомобильный сайт, проанализировав базу объявлений о продаже транспортных средств. Выяснилось, жители столицы региона предпочитают передвигаться на авто серого или серебристого цвета. Вторым по популярности оказался белый, а замыкает тройку черный. Наименьшей любовью среди автолюбителей пользуются машины фиолетового цвета. Их выбирает только 1% покупателей. Рассвет на Байкале удивляет цветами настолько, что его невозможно не сфотографировать. Космонавт Иван Вагнер запечатлел жемчужину Сибири с космоса. Он уже не раз публиковал в социальных сетях фотографии Земли, сделанные из космоса. Дальний Восток, вулкан Килиманджаро в Африке, восточные Саяны, ночные грозы над Японией. Накануне Иван выложил снимок из Байкала. Только в Инстаграм пост собрал уже около 3000 лайков и несколько десятков комментариев. Подписчики восхищаются красотой самого глубокого озера в мире и благодарят автора снимка за космические фотографии. Креативно напоминает о необходимости соблюдать масочный режим яркие граффити во Владивостоке. Идея создания таких плакатов принадлежит местным властям, а вот непосредственной реализацией занимались городские художники. Чтобы прохожие точно не пропустили призыв, да и картинка не примелькалась, были выбраны цвета поярче. Помимо граффити в Приморском крае можно встретить и надписи «Носите маску». Их размещают около пешеходных переходов и дорожек. Вполне логично, там послания без внимания точно не останутся. И в разговоре о красках невозможно обойти новости о художниках. Специалисты нашли место, запечатленное на последней картине Ван Гога «Корни деревьев». Натуру, с которой рисовал художник, удалось вычислить благодаря открытке начала 20 века. На нее первым обратил внимание директор по научной работе Института Ван Гога. Это место недалеко от французского города Оверсюр-Уаз. Любопытно, дерево, изображенное на картине, все еще существует спустя 130 лет после смерти нидерландского мастера. Сейчас его для сохранности обнесли оградой и присвоили территории, на которой оно расположено официальный статус исторического места. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. Есть ли хорошие новости на финансовом рынке, узнаете, если вы следите за нашей страницей в Инстаграм. Уже завтра там состоится прямой эфир, где мы вместе с экспертом будем разбираться, чем обернется для экономики страны и благосостояние людей пандемия коронавируса. В том числе выясним, стала ли инфекция причиной изменения национальных целей, к примеру, желание правительства увеличить реальные доходы населения. Ведь сейчас вновь заговорили о заморозке накопительной части пенсии. Что это значит и чем грозит для людей, ответы на эти вопросы даст финансовый аналитик Роман Зелени. Также он расскажет, ждать ли повышения потребительских цен и стоимости бензина. Напомним, что встреча с экспертом состоится завтра, 30 июля, в 18.00, в прямом эфире на странице нашего телеканала в Инстаграм НТС Медиа. Не пропустите! И на сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости, не забывайте про наш сайт www.ntsdfistov.ru Я же на этом прощаюсь, до новых встреч в нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. А ты вот в связи с пандемией, Юль, заметила, что твой кошелек стал не таким плотным, как раньше? Если честно, то нет. Возможно, потому что тратить, кроме как на еду, было не на что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!